И здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала и случайные зрители, которые пришли посмотреть на обзор журнала номер 5, 2019, Ниндзяго. Ну что? Сам журнал представляет для себя изображение Лойда Кая по Легаси, плакаты, вырезка из комикса, Кай по 9 сезону и надпись Лего Ниндзяго. Открываем журнал. На следующей странице мы видим оглавление. В нём мы можем узнать, на какой странице где что находится. А на этой странице информация о Лойде. Ничего себе. Это вот меч, похожий на оружие свечилищ, они называют мегамечом. Да. Мастер Ниндзо. Инструкция по сборке Лойда по 9 сезону. И какая-то игра, в которой Лойд должен найти неё. Ну точнее дойти до неё. Можете остановить и поиграть. Опа. Вот это нежданчик. Игра. Ну тут нужно дойти до Гармадона. Ну понятно. Здание большое. У меня даже в кадр не влезает. Тут обозначения, которые могут помочь или помешать человеку дойти до Гармадона. Да. Тут необходимо найти 10 отличий. Ну. Если так поднапрячься, то вот тут глаза у Джей не такие, как на оригинале. Есть Даррет. Гармадон с полицейской фуражкой. У Джея какой-то непонятный. Головной убор. У Лойда очки. Ну и ещё какой-то звёздочка. Возможно из Лего фильма. На следующей странице плакат по девятому сезону. Освободи драконов. Девятый сезон уже прошёл, я не знаю. Два месяца прошло. Да нет, не два. Ну короче, больше четырёх. И... Наши русификаторы не могут поменять плакат. Не знаю. Комикс. Что там с Буром? Мда. Ну комикс продолжительный. По... Своему хронометражу. Конечно, не такой долгий, как Мстители Финал, но всё-таки. Разбитые фигурки. Тут надо написать имя персонажа и какая часть тела к какому принадлежит. Он понятен на... Глава Ллойда Каянии и... Серпентина, которого я не помню пьедить. Это точно не Лаша, но... Не суть. Так. Найди злодей. Интересно. Ну, а что-то вроде кроссворда, только не кроссворда. Пинжицу, я так понял. Кусок постера. Оу май. Это... Коул. Это постер Коула. Неплохо. В конце видео вы можете увидеть эти постеры в развернутом состоянии. Второй кусок постера. Раскраска. Джея. Причём Джея, потому что он чаки молнии. Редизайн-то. Необходимо раскрасить и придумать ему диалог. Или монолог. Продолжение комикса. Всё ещё продолжение комикса. О. Что-то вроде досье Джея. Мастер, молнии Джей. Быстрый изобретатель. Весёлый. Он чё, реки молнии. И его предыстория. Давай разнесём эту лимонадную строку. Статус. Сезон 1, серия 2. Хм. Интересно. Это набор по Легаси. Набор Кола. С каменным воином. Это же очевидно. Если я не ошибаюсь, Варлора тоже сделал на этот набор обзоров. Поэтому ссылочки все в описании. Нет, не реклама. Это просто дань и уважение. Рисунки фанатов. Ну, что могу сказать. Красиво. Да. И в этот месяц можно выиграть вот такие на спиннинг джипсы наборы. По Легаси. Там, где Лойд против Гермодзона и Мастер Ву почему-то против Нии. Не знаю почему. Ну, Лего. Так. И думаю, это будет следующая страница, самая интересная. Ведь там будет анонс фигурки следующей. Так. Да вы издеваетесь. Лего. Почему вы кладете такие хорошие фигурки в обычные журналы? Не, я не против. Я только за. Потому что я только журналы покупаю. Но безногий отец. Безногий отец. Помнится мне, что он один раз только встречался. Не, ладно. Понятно, ладно. У него нет цепей. Но всё-таки. Это безногий отец. Да, вместе с цепью у него стрижили. Но всё-таки. Ну, блин. Ну, вот эти ноги. Вот как-то. Как? Лего. Как вы такого умудрились поместить в анонс следующего журнала? Ладно. Не, я не против. Я повторяюсь. Я только за. Ну как? Как это могло быть? Хотя, то, что они положились в Железную оборону, я ничего не удивлюсь, если положу такого. Новый комикс. Там что-то будет связано с Ллойдом и Гармадоном. Если я не ошибаюсь. Да, я не ошибаюсь. Это ещё какой-то номер по парку юрского периода. Если это какой-то новый номер, я не знаю, что будет. Я просто увлекаюсь этими мирами только журналами. Если что-то пойдёт не так, получится его покупать и обозревать. Так. И ответы на задания. Это что-то вроде письма. Который надо на четыре части разрезать. От Зейна, Кая, Кола и Джея. С другой стороны. Это что-то по девятому сезону. Ну, вроде да. Если я не ошибаюсь, вот это... Кимоно и спиннеров. По девятому сезону. Надо будет изучить. Если это так, то я оставлю ссылку в описании на обзор спиннеров у Варлорда. Ну, ладно. Ждите постер. А вот и постер. По какой-то неизвестной мне причине на периодном плане нарисован Кай. Ну, изображён. На левом планге. Не, на правом. Ну, короче, от меня левая. Вот такая правая. Изображён. Зейн. Да, это Зейн. Странно. Вот, ну, я подумал, это Джей. А там дальше Коул. Ния. Ллойд. Почему-то на заднем плане. И Джей. Эту сторону постера вы уже видели с Коулом, но всё-таки я для приличия вам покажу. А теперь переходим к фигурке. Итак, фигурка. Это фигурка Ллойда по девятому сезону. Я так подозреваю, мечом на светилище. Хотя этот меч состоит из такой эльфийской палки. Ну, что-то вроде меча. А не каких-то обычных пинов. То я ничему не удивлюсь. Ведь они были в башне ворга. В десятом сезоне. Я, конечно, понимаю, вам это плохо видно. Но принты тут шикарные. Особенно меня порадовал принт справа у фигурки с изображением Ву. Но фигурка как бы обычная, из набора. Тут эксклюзивно только то, что повязка без принта вот здесь. И меч, который в наборах не появлялся. Остальное как бы всё стандартное. Ну, что я могу сказать. Это прекрасный набор по Лего. С Ллойдом. Анонс следующего журнала содержит в себе фигурку безногого отца. Если вы фанат Лего, у вас нет денег, чтобы купить набор, советую покупать журнал. Ну, если у вас есть набор. То я не советую вам покупать данный журнал. Потому что это лишняя трата денег. Ну, если только вы хотите меч. Такой. Эксклюзивный. И повязку без принта. В остальном, что я не вижу смысла тратить на это деньги. Ну, если вы не такой чокнутый, как я, что вы решили снимать обзоры. Вот. Ну что. Всем до новых встреч. До следующего журнала. По Лего Ниндзяго.